Всем привет! Сегодня прекрасная весенняя погода Скоро начнется бум на покупку автомобилей, как всегда это происходит весной И давайте сегодня поговорим об этом автомобиле Это Range Rover 3.6 дизель, достаточно старый Это седьмой год, модельный восьмой, но ничего страшного Я его переделал в рестайлинг, он так смотрится посимпатичнее Сейчас разговор не об этом Все мы знаем, что седьмой год это было уже 13 лет назад То есть все эти машины, которые вы видите в продаже на Автору, на Авито Они достаточно старые Не будем скрывать, что помимо того, что они старые, как есть Так это еще и разработки там очень древних годов У всех машин, которые ездят по России, есть слабые места Которые одинаковые для всех автомобилей, начиная с 2002 по 2012 год Это все года, которые выпускались Range Rover в этом кузове Но конкретно у этого автомобиля есть тоже свои нюансы Скажу сразу, что двигатель 3.6 это, наверное, самый надежный дизельный двигатель на всех Range Rover за всю его историю Если сравнивать с бензиновыми аналогами, наверное, все-таки 4.2 SuperCharge Он выбивается в лидеры, потому что в нем нет вообще ничего, кроме компрессора Там просто объемный хороший мотор, который вообще не ломается На нем надо менять свечи, обслуживать и все будет всегда хорошо Я знаю машины лично, которые пробежали там 400-500 тысяч километров И которые ездили без капремонта Сейчас у нас в техцентре цех номер один висит ровно такая же машина На которой я буду показывать все неисправности, которые могут вас ожидать при покупке этого автомобиля А по-своему давайте покажу под капотом, на что обратить внимание при покупке Если вы еще не доехали до сервиса Как только вы приехали к потенциальному покупателю, вы можете открыть капот И посмотреть на состояние всего, что здесь есть В принципе, смотреть тут особо не на что Здесь прикрывает достаточно большая крышка Можете посмотреть на уровень антифриза, потому что на них бывает, что он течет Там по задней части есть всякие шланги и тройники, которые со временем рассыхаются Самой больной частью являются вот эти два патрубка интеркулера верхних Они периодически лопаются, каждые 30-40 тысяч километров У всех по-разному, но сути дела это не меняет Но есть этому прекрасное решение Есть английские компании, которые выпускают неоригинальные патрубки Которые сделаны из силикона И там много слоев корда Соответственно, они вроде как не лопаются вообще Я себе такие поставил порядка 20-25 тысяч километров назад И пока никаких проблем нет Ну, я в принципе не выкатал еще нормальный ресурс Поэтому говорить об их надежности рано Также, если вы поднимете эту крышку Можно посмотреть туда вглубь, не течет ли там масло Потому что если оно течет, то скорее всего оно течет либо с клапанных крышек Либо с масляного охладителя, который как теплообменник выполнен Тогда это достаточно дорогостоящий ремонт Не всегда замена прокладки помогает Иногда корпус теплообменника ведет Что приводит к его замене Теплообменник на эту машину стоит порядка 50-60 тысяч рублей Это даже порядка в двух раз дороже, чем на 4.4 дизель Но здесь эта поломка встречается гораздо реже Все остальное при осмотре внешне без автосервиса не имеет смысла Поэтому направляемся в автосервис И я вам покажу, на что еще обратить внимание при покупке такого автомобиля Также при просмотре еще перед покупателем без автосервиса Вы можете посмотреть на вот эти места на арках Это больное место вообще всех ренджоверов в этом кузове Начиная с 2002 заканчивая 2012 годом Вне зависимости от пробега, исключительно от условий эксплуатации Вот здесь отваливается краска, вот здесь появляется ржавчина Вот здесь появляется ржавчина Это болезнь Также, когда вы смотрите эту машину Обратите внимание вот на эти места Там тоже появляется ржавчина Устраняется это достаточно сложно Надо там вскрывать все, зачищать Потому что как только вы подлезете изнутри к арке Там будет очень много ржавчины Также, сняв вот эту накладку порога Вы тоже увидите очень большое количество ржавчины Гнилого металла, который придется устранять Поэтому чем меньше здесь ржавчины, тем лучше и меньше вам придется вкладывать в кузовные работы по вашему автомобилю Ребят, вот эта машина как раз ярый представитель всего того, о чем я вам сейчас говорил По мере ее разбора я вам буду показывать как раз на все аспекты, про которые я рассказывал вам с начала видео А сейчас как раз поговорим о турбинах Турбина представляет из себя вот такую штуку Она состоит из горячей и холодной части Горячая часть это та, которая прикручивается к выпускному коллектору Холодная часть, соответственно, которая дует В них стоит картридж Он стоит вот здесь Соответственно, он разбивается Там разбиваются подшипники, он начинает люфтить Турбины начинают течь Соответственно, это масло начинает попадать в катализаторы, разрушая их Поэтому турбины на них ремонтируются Ничего в этом страшного нет Еще раз повторюсь, что там 150 тысяч километров своих они ходят нормально, прекрасно В принципе, могут ходить и дальше немного подтекая Но лучше за этим следить Потому что они могут повлечь за собой достаточно дорогостоящую замену катализаторов Либо можно, конечно же, их вырезать Но надо помнить, что при вырезании катализаторов вы будете чувствовать более едкий запах дыма Так как все-таки это дизель Выхлопные газы, они достаточно неприятно пахнут И на парковке, особенно если у вас какой-нибудь небольшой гараж Вы это будете очень явно ощущать Повторю сейчас по мере разбора этой машины Буду вам показывать все нюансы рейндж-ровера в поколении L322 Который выпускался, в принципе, практически без изменений в подвеске С 2002 по 2012 год И все больные места как раз на этой машине болеют Что я вам сейчас покажу Мы здесь исправляем как раз все самое необходимое Смотрите дальше Для того, чтобы снять турбины, которые находятся там далеко-далеко в глубине Необходимо снять половину подвески, рулевую рейку, передний подрамник И только тогда можно каким-то... А, передний редуктор еще И только тогда можно подобраться к снятию турбин Часто бывает, что турбины не снимаются от выпускного коллектора То есть они там прикипевшие, так как температура выхлопа все-таки достаточно большая Поэтому надо снимать и выпускной коллектор Соответственно, вы попадаете на прокладки выпускного коллектора В этом нет, в принципе, ничего страшного Они не очень дорогие Более того, на этих машинах была проблема с выпускными коллекторами Сейчас я вам их покажу и расскажу, в чем проблема Вы хоть раз видели выпускной коллектор от какой-нибудь атмосферной старой BMW Вы себе представляете такую завитушечную трубу, блестящую Она очень красивая, очень длинная И прямо произведение инженерного искусства Но на дизельном, тракторном 3.6 дизеле от Range Rover Выпускной коллектор выглядит вот так Вот это все, что есть в выпускной коллектор Турбина прикручивается сюда, где она и может прикипеть Эта трубка идет на EGR Но самая проблема с этими выпускными коллекторами Бывает вот на этой плоскости Иногда при неправильной эксплуатации автомобиля Ведет немного выпускной коллектор Несмотря на то, что он достаточно толстый и тяжелый И тогда плоскость прилегания вот этих фланцев К головке блока цилиндра Она становится негерметичной И, соответственно, он пропускает выхлопные газы вот здесь Тоже, в принципе, ничего страшного Но новые коллектора стоят, на самом деле, достаточно недорого И лучше эту проблему устранить Так как это может приводить к неправильной работе двигателя Ребят, передняя подвеска на Range Rover в этом поколении достаточно простая Она состоит всего из двух рычагов и пневмостойки Прямой рычаг и кривой рычаг Стоят они примерно вот так Вот, в них, на самом деле, меняются только сайлентблоки И шары в кривых рычагах Они на кулаке Вот в этих рычагах шары не меняются Поэтому, если у вас застучал шар То надо менять рычаг в сборе Он, в принципе, по неоригиналу, даже по нормальному Люмфердеру не очень дорогой Так что, если у вас какие-то сайлентблоки Рычаги или шары Выходят из строя Ничего в этом страшного нет В принципе, это расходный материал Который необходимо менять там каждые 2-3 года По передней подвеске также у нас есть пневмостойка Она достаточно надежная Ходит порядка 150 тысяч километров И никаких проблем с собой не доставляет Если она начала спускать То ничего с ней сделать нельзя Ее надо просто поменять Стоимость стойки 15-17 тысяч рублей И работа порядка 3-4 тысяч Тоже, в принципе, достаточно бюджетно Для такого пробега То есть там в районе 150 тысяч проедет она И никаких проблем вам не доставит Также была проблема небольшая с тормозами Но на рестайлинге Почему-то они поменяли тормоза на 3.6 дизель То есть если с 2006 по 2009 год Ставились четырехпоршневые тормоза Brembo Точно такие же, как на Supercharger То с 2009 по 2010 на 3.6 дизель Ставились двухпоршневые тормоза Такие же, как на дорестайле На 4.4 безкомпрессорном моторе Тормоза, в принципе, не очень вот эти хорошие Они просто достаточно плохо тормозят Помимо этого они не ломаются А вот четырехпоршневые на дорестайле На таком вот кузове, как у меня Они ломались Ну, ломались, конечно, это громко сказано На них закисали поршни И, соответственно, перекашивало колодку Я об этом делал небольшое видео Ссылка об этом вот здесь в описании Вот, поэтому посмотрите ее И вам станет все понятно Погнали дальше к задней подвеске Также стоит сказать про поддон коробки На большинстве версий, кроме 4.4 дизеля Ставилась коробка ZF6HP26 Потом с какого-то года пошла 6HP28 Но это не имеет значения Они ставились с 2005 по 2012 год На все машины, кроме 4.4 дизеля Повторюсь Регламент по замене масла в коробке На сегодняшний день 48 тысяч километров Это официально подтвержденная информация Завода-производителя Но даже если вы будете менять Там 50 с небольшим тысяч Этого достаточно для того, чтобы коробка нормально функционировала Поддон пластиковый Масло меняется вместе с поддоном Также здесь есть электрическая втулка Которая может потечь Поэтому меняйте ее при каждой замене масла Она стоит недорого, там порядка тысячи рублей Что также стоит сказать про эти коробки Коробки достаточно надежные Ходят от 200 до 300 тысяч В зависимости от вашего стиля езды Но быстрее коробки приходит в негодность гидротрансформатор Который тоже порядка 170-200 тысяч ходит Соответственно, если он пришел в негодность И вы его ремонтируете Обратите внимание на узлы и агрегаты внутри коробки Сделайте диагностику Если они уже на пределе, лучше отремонтировать все вместе Чтобы потом еще раз не снимать коробку Так, мы наконец-таки подходим к задней подвеске Это уже последняя инстанция для сегодняшнего видео Итак, задняя подвеска состоит тоже из двух рычагов Они выглядят примерно вот так Реально неподъемно тяжелые В принципе, они достаточно надежные У них иногда бывает, что начинают отслаиваться и рваться вот эти сайлентблоки Но такое бывает после 150 тысяч километров пробега Правда, с учетом возраста этих автомобилей Они, я думаю, практически все уже подошли к этой цифре Поэтому на большинстве из них пора это менять Также одно из больных мест Который, правда, тоже достаточно надежно и долго ходит Это 100-120 тысяч километров пробега Ходят сайлентблоки заднего подрамника Вот эти Точнее, их тут 4, но вот один из них Они меняются достаточно проблематично Надо откручивать подрамник Вынимать специальным съемником сайлентблок Потом новый промазывать специальным маслом лондроверовским И запихивать обратно Такое мы делаем достаточно часто Потому что, опять же, повторюсь Все эти автомобили подошли к пробегу 150 плюс Видел несколько машин с пробегом до 100 тысяч километров На них есть небольшие трещинки Но совершенно исправные сайлентблоки Соответственно, мы делаем вывод, что ресурс этих сайлентблоков Чуть больше 100 тысяч километров Теперь перейдем к шаровым соединениям Поворотного заднего кулака Они располагаются вот здесь и здесь Их всего 4 Они ненадежные При нормальном среднестатистическом пробеге Там 20-25 тысяч год Их надо будет менять каждые полтора-два года Сначала они начинают скрипеть Потом они начинают люфтить Потом сбивается сход развала и так далее Так как верхний сайлентблок с эксцентриковым болтом Соответственно, он влияет на развал колес Пневмоподушки задней подвески Вот они здесь Какая грязная Если вы будете правильно за ними ухаживать То есть каждое ТО надо просто их чистить Вот по этой кромке Чтобы подушка не перетиралась Они прослужат вам 1200 километров А то и больше Они предельно надежные Даже если она у вас лопнет, она недорогая Оригинальная стоит порядка 12 тысяч рублей Неоригинальную можно купить за 6-7 Которая тоже нормальная Немецкая будет долго ходить В общем-то и все По этой машине больше ничего делать не надо Ее надо просто грамотно обслуживать О чем я рассказывал вот в этом видео Можете посмотреть здесь И следить за состоянием То есть если что-то одно сломалось Надо это чинить Иначе это может повлечь за собой Другую поломку Ну что ж друзья Вот мы подошли к концу нашего видеоролика По поводу того, на что обратить внимание При покупке Range Rover с мотором 3.6 дизель Где-то с 2006 по 2009 год Соответственно на всех машинах с 2002 по 2012 Примерно аналогичные будут места, на которые следует Обратить внимание И стоит сказать, что этот автомобиль Несмотря на то, что он Помимо того, что старый Он разрабатывался очень давно Это очень хороший, надежный, комфортный, большой автомобиль Который подарит вам очень много приятных впечатлений И комфорта И он вместительный, универсальный Что отлично подойдет для использования на каждый день Давайте подытожим, на что же обратить внимание Сами вы в принципе ничего не увидите без сервиса Кроме общего состояния автомобиля Поэтому едете в нормальный профессиональный сервис Типа техцентр номер один Где люди знают эти машины И расскажут по ним вам все Основные моменты Это турбины Подвеска Теплообменник Больше не на что там смотреть Единственное, что вы можете посмотреть сами Это состояние кузова Что в принципе тоже очень важно Если вы видите там уже достаточно сильную глубокую коррозию Я бы отказался от покупки такого автомобиля Все остальное ерунда Турбины ходят порядка 100-150 тысяч километров Иногда дохаживают до 200 Коробка ходит при нормальной эксплуатации 200-300 тысяч километров Что уже вообще даже запредельно для ресурса современных автомобилей А все остальное это расходники Такие как сайлентблоки, шаэсы, сайлентблоки подрамника и так далее И даже если вы купили автомобиль, который по подвеске требует внимания Это не очень дорого, ребят Я уверен, что покупая такой автомобиль Вы уже примерно готовы к тратам, которые он потребует от вас Да, это не Toyota, это не Lexus И это даже не корейские автомобили Которые могут там 100-150 тысяч потом еще проездить без ремонтов вообще Хотя я лично таких даже и не знаю Может быть только какой-нибудь сотый крузак Если вы найдете в хорошем состоянии Он будет ездить долго и не потребует вообще никаких вложений Нет, этот автомобиль требует иногда вложений Но все эти вложения, они достаточно минимальны А то, что вы получаете, покупая этот автомобиль Гораздо больше, гораздо интереснее Чем то, что вы можете получить, покупая автомобиль Который якобы не будет ломаться Всем хорошего выбора, хорошего дня Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Надеюсь, что вам было интересно Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok